Привет, ребята! Маша is finally here! Смотрите, у них на метро стоит очередь, и она типа выделена специальными полосами, и ты стоишь в этих полосах для того, чтобы попасть в транспорт. А еще тут показывают телеки всякие приколямбы, и там только что показывали, как делать правильное искусственное дыхание и массаж сердца. Вы представляете, как это все полезно и круто! Это я только что вышла из метро. Вы слышите этот звук? Вы чувствуете этот запах? Что они говорят? Ребята, вожу в курс дела. Что происходит? Я в Тайване. Я вообще не ожидала, что это такое. Единственное, что я знала про Тайвань, это то, что Тайвань ужасно обижается, когда их называют китайцами. Они говорят на новом том же языке, в мандариновом. А, шутка пятиклассника. Они, в принципе, как бы находятся рядом с Китаем. Это отдельный остров Тайвань. Вот. И я сейчас нахожусь в городе Тайпэй. Это столица Тайваня. Что я вам скажу? Ожиданий у меня не было, в принципе, никаких. Боже ты мой, вы только гляньте. Это что вообще за красота такая? Да, блин, красота не писаная просто. Но история моя о чем была? О том, что тайваньцы не китайцы, ребята. И тайваньцы безумно милые люди. Я, как человек, который путешествует на самолетах в таких безумных количествах, скажу вам вот что. Как пассажиры, тайваньцы прекраснейшие люди. Вот серьезно. Милые, скромные, добрые, доброжелательные. Вообще просто заечки-пусечки. Хочется их всех расцеловать. Но не в этом суть. Суть, ребята, в том, что Тайвань это такой определенный другой мир, который мне сейчас безумно вкатывает. А, кстати говоря, куда, собственно-то, я иду со своей селфи-палкой. А иду я заниматься хайкингом. Или по-русски иду в горы. Да, вы скажете, почему Маша, ты, блин, надела хрен знает что? И почему ты в таком, блин, виде, в ботинках идешь в горы? Я вам отвечу. Черт возьми, не знала я, что я пойду в горы. Вообще ничего. Я не знала, что я буду делать. И моя экскурсия сегодня организовалась следующим образом. Я вышла на ресепшн и спросила у девушек и девушки. Я вот проснулась, сейчас 6 утра. Проснулась я в 4 из-за джетлага. И говорю, блин, а куда мне делать? Что еще, блин, сделать? Может в магазин сходить? Они говорят, милая, магазин открывается в 11, а сейчас 6. Я говорю, ну что ж, куда же мне пойти-то? Иди в горы. Я такая, почему нет? И, собственно, я иду. Сейчас посмотрим, что тут. Не буду больше себя снимать, но скажу вам вот что, что это настолько красиво, настолько нереально, что меня захватывает дух. Надеюсь, что одышка моя только по этому поводу, а не потому что я слабая. Да, конечно, у меня здесь дух перехватился. Привет! Привет! Потому что я не знаю, куда идти. Я просто пришла сюда, чтобы идти на хайки. Так что я должен идти туда. Давай! А пока я тут притворяю, что я не понимаю, где я и что. Смотрите, как люди живут. А это, кстати, самое высокое здание в Тайване. Эта башня называется Тайбэй 101, и до 2003 года это была самая высокая башня в мире. Пока в Дубае они построили Бурж-Халифу. В этом небоскребе находятся самые быстрые лифты в мире, которые поднимают вас со скоростью 60,5 км в час. То есть, таким образом до обзорной площадки, которая находится на 89 этаже, вы можете добраться всего за 39 секунд. Такие дела. Что-то нереальное. Вот такая природа абсолютно дикая, классная, свежая. Вот я иду и как будто, знаете, самым свежайшим дачным таким вечерочком, утречком, деньком, не знаю, чем угодно выходишь. И вот такая свежесть, и такая влажность, что, собственно, вообще на всем моем теле выделяется, что мне пришлось раздеться. Вот видите мой потный лук, надеюсь, тайвандцы не обесудят немножко, что я тут как бы разделась. А, они же лапочки-зайки. Правильно, не обесудят. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Вот стоит многоэтажка, такая вся красивая, современная, с парковочкой. И прямо рядом с ней огромный лес и горы. А еще рядом вон какая-то такая тайванская архитектура красивая. В японском фильме была такая лестница, я помню, я смотрела, думала, это же надо вот такая лестница красивая. И вот я на ней иду. Я себе поверить в это не могу. В себя ли, в ситуации. Маленький, хороший песенька. Я хочу мать, ребята. Они же спариваются. гляньте что мы тут делаем если я помню правильно учебники биологии то все то это жук-носорог потому что у них что нос как огромный рог они размеру с мой ладонь я свою ладонь подставлять сюда не буду не хочется что-то самочку спарили а теперь они берутся своими рогами посмотрите какие у них копии шучары быть мама без леха помочь прямо оттуда вы смотрите как быстро мой претензион претензионный лук сменился на девочка впотела когда шла в горы я короче чуть-чуть еще горная вот это я ах да это в горах я нашла вот такой местечко тут никого нет кроме женщины с собачкой вот которые я уже поцеловалась 3 ребята жалко камера не позволяет не ой в полной мере продемонстрировать эту веточку которая ползает в общем это насекомое смотрите они как будто ягодки разбивая паутину своей головой иду сюда смотрите это такой вот корт на который могли бы мы быть вместе с вами я тут одна пауками а это поднесение богам здесь конечно уже я так понимаю никаких поднятений кроме водички не осталось это очень такая распространенная штука в азиатских странах особенно там где развит буддизм они вот такие преподношения делают богам очень красиво но самые красивые наверное я видела на бали идем дальше а это два слипшихся вместе жука они уже умерли и их едят муравьи тоже гигантские это мой долгожданный привал смотрите это пашенька высокая самая куча куча я подозреваю китайцев тоже отдыхают меня сейчас честно говоря уши закладывает вот абсолютно серьезно не шутка очень много саранчи тут я видела уже куча на себе словила беретит смотрите настоящая бабочка цветочки нюхает а не то что чем вы занимаетесь друзья вы понимаете на каком расстоянии я сейчас стою чтобы снимать этого паука это насекомое находится на расстоянии около пяти метров от меня около пяти и вы можете увидеть насколько оно огромное более того я не даже жизнь я не видел настолько толстой паутины вот здесь вот это по ракурсу можно немножко разглядеть и там сидит гигантский паук мне сейчас ощущение что на меня набросятся и съедят я пойду отсюда мне очень страшно привет мои хорошие вот я и на горе я хочу вам сказать то что во первых сейчас 9 утра я проделал весь этот путь за какой-то час но это еще конечно же не все потому что дорога раздвигается по всем известным или неизвестным сторонам я безумном восторге как минимум от того что меня не укусил паук но я в этом еще не уверена потому что кто-то меня укусил 100 процентов что я себя чешусь и все время сбрасываю себя всяких насекомых а план у меня такой я хочу пойти в магазин потому что мне известно девочки порекомендовали какое-то интересное место которое открывается увы в 12 часов дня и поскольку сейчас утро до сих пор у меня куча часов чтобы делать знаю что я пойду найду место где я сегодня пообедаю и желательно помыться конечно но я думаю что это уже мои каких-то мечтах будущего и простите меня за мое мокрое лицо хотя чего мне извиняться это хорошо я такая живая розовая масяня да детские куча деток прикольно такие лапуськи маленькие тоже плотные как я пока я шла в обратную сторону я встретила дядюшку тайванта который мне когда я шла в сторону этого большого паука сказал то что здесь есть еще куча всяких дорог как я принципе вам и говорила и он сказал обязательно иди к какому-то камню я иду обратно вверх по горе и вижу что с ума сойдет ящик где-где-где-где-где-где наконец-то я ее нашла уйти малыш какого оружия ребята я ей богу на последнем вздыхании но я просто не могу остановиться снимать эту красоту это нереально камешки с махом прекрасным эти текстуры люди представили пришла присела и поняла куда я все это время шла оказывается шла не знала куда она пришла ну все ребята я тоже сфоткалась камни меня поражают просто ничуть не меньше ладно намного больше я бы даже сказал очень какие-нибудь там здания которые сейчас существуют в мире смотрите такая бамбуковая роща и здесь всякие дикие растения тропа конечно совершенно прелестная но мне тайванец сказал остерегаться пауков и вот но меня это не пугает и не зря конечно меня такое не пугает вот смотрите совершенно не зря я шла как минимум чтобы увидеть вот такую вот мадам а вот здесь я просто всхлипнула вот это да вот это я конечно не ожидала сегодня снять но это большая игуана настоящая я честно говоря тоже хочу так ставить обувь кручить и ни о чем не думать это это последнее место куда я забрала и и на этой прекрасной ночи ребята я говорю до свидания потому что моя память на телефоне закончилась я удалила были все что могла уже его же к сожалению больше ничего снять сегодня не смогу очень много чего я еще видела красиво очень много чего хотела снять но увы я не смогла но может быть даже лучше потому что для вас будет поводу вернуться на эту гору кстати говоря это гора называется слоновья гора или elephant mountains очевидно так что ребята я в принципе очень хочу порекомендовать тайпей для отдыха потому что как я бы сама охарактеризовала тайпей это что-то очень среднее между японией и китаем япония которая безумно дорогая и китай который принципе очень аутентичный интересный сам по себе но мне он не показался не таким приветливым как тайпей то есть если был если у вас есть выбор лететь в японию китай или тайвань то конечно же японию но если у вас просто и в бюджете том числе то тайвань это мне кажется просто на прекраснейший вариант для того чтобы вполне насладиться и понять азиатскую культуру но идем дальше после того как я вернулась гор я поехала в отель приняла душ переоделась и поехала в город город мне понравился совершенно не меньше очень удивительный интересный я не хочу конечно такими банальными словами разбрасываться но тем не менее для меня как для русского человека азиатская культура немножко дикая и в каком-то роде даже бешеная поэтому для меня каждый раз это большое удивление и восторг оказаться на азиатских улицах поэтому дальше я расскажу небольшую историю о том что я видела что пробовала и чему вообще удивилась находясь в тайпе так что это я проголодалась пришла в маркет и а и тут вообще стоят такие штучки и я спрашиваю как это все готовить потому что я ужасно голодная и здесь в общем такой просто стоит это лапша быстрого приготовления туда наливают супчика добавлять всякие штучки и вуаля такое какое-то скромное блюдо я получила за 100 рублей не знаю что попробую надеюсь что должно есть вообще вау ребята гляньте что откопала это короче улица со всяким разными магазинчиками сделанными из тайвань если что танцы называются ксимин стейшн интерес если вы здесь будете у меня девчонки я в раю просто я тут верещу вы бы видели какие всякие приколы классные есть масочки все что надо вообще для шести эта штучка для быстрого удаления туши с глаз смотрите как настоящее бабусы вообще роскошно выглядит они шарики готовят измечаю какую-то шутку для этого специально потом отправляют ее вот в этот котел что там с этим происходит коптится и потом происходит вот такая вот чудо перед этим эти штучки нарезают вот какие-то вот таким вот образом говорят что это самый вкусный боблтип в тайване ну и разумеется вот название все что вы хотели блин реально ребят без шуток это охренительно вот на этом моменте я витально закончилась память но это будет дважды повторяться с вами мои дорогие друзья подписчики с вами попрощается она надеюсь вам этот влог понравился потому что мне в тайване очень понравилось я надеюсь что я смогла хоть чуть-чуть передать красоту этого места и спасибо что досмотрели до конца постараюсь снимать чаще всех люблю целую подписывайтесь ставьте лайки шутка это все шутки у нас здесь влог о шутках немножко о путешествиях все это лунки